КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКИ В последнее всей истории Си Скэмби с Мэри Си, вот эта пожилая женщина, изображенная на коробке, символизирует старомодный добродетель домашнего качества и внимательное обслуживание. В очках седовласая женщина улыбается с коробки конфет, поставляемых по всему миру. И миллионы людей смакуют этот оригинальный рецепт по сей день. Когда Чарльз Си прибыл в Лос-Анджелес из Канады в 1921 году, попробовать свои силы в кондитерском бизнесе, он решил, что никто не будет лучше отображать индивидуальность его молодого предприятия, как его мать. В качестве основы продукта использовались и ее рецепты. И сам Си знал некоторые вещи, которые были единственным способом добиться желаемого результата в приготовлении конфет. Си вместе с матерью и женой Флоренцией открыли первый сейс-кэнди магазин и кухню на Западной авеню Лос-Анджелеса в ноябре 1921 года. Смотрите, ветер сильный. Сейчас вылетит. Ладно, попозже покажу. Сверкающий своей красотой черно-белый магазин был разработан так, чтобы полностью напоминал Мэри Си, матери, домашнюю кухню. Необычно высокое, необычайно высокое качество конфет помогли стабильному росту производства именно из этого магазина в Лос-Анджелесе. В середине 20-х годов здесь было уже 12 магазинов, а к 1936 году сеть магазинов распространилась и в Сан-Франциско. Мэри Си умерла в 1939 году в возрасте 85 лет. После Второй мировой войны количество магазинов в Калифорнии возросло. И в 1972 году семья Си решила продать компанию. Непонятно по каким причинам, история умалчивает. Но традиции обслуживания и рецепты изготовления конфет были сохранены до наших дней. Сегодня Свист Кэндис продаются в более чем 200 магазинов по всему Западу Америки. И по сей день девиз «Качество без компромисса» продолжает вести компанию к непроходящей популярности. Конфеты у них представлены и в белом шоколаде, и в черном, и в сладкие, освобожденные от сахара, со всевозможными начинками, и с лимоном, апельсином, мятные, клубничные, черничные, малиновые, ореховые, ванильные, кофейные, карамельные, трюфельные. В принципе, ничего как бы нового, да, но вот у них миксы очень интересные внутри конфеток. Ну, сами не такие. Смотрите продолжение в следующей серии. Ну, по большому счету, я вот вам скажу, вот ассортия сколько ела за свою жизнь, меня как бы, честно, ни качество не удивило, ни внешний вид. Как бы вкусные, конечно, очень конфеты. Ну, я бы не сказала, что это мой фейворит. Теперь конфеты можно купить в коробках, и можно выбирать самим, и тебе уложат в коробочку. Вот именно эту коробку. Они как-то есть, знаете, вот в один слой, в два слоя коробочки. Маленькие, большие, короче, разнообразные вариации. Эту коробку упаковывали по моему вкусу. То, что вот я выбирала, мне складывали в эту коробочку. И заплатили мы, так, сколько, за полкилограмма 18 долларов 50 центов. Ну, плюс тут 21, 28. Ну, короче, 21 доллар мы заплатили. Ну, вот, покажу вам поближе. Видите, как бы... Вот это двуслойная, кажется, конфета. А вот снизу шоколад. Здесь и с марципаном, и кофейной, короче, и фруктовой начинки, и всяких я набрала. И ореховых. Некоторые по две конфетки. Короче, я набрала больше тех начинок, которые я еще не пробовала. Потому что как-то вот фруктовый я не очень люблю. Вот, хочу попробовать. Вкусненько, невкусненько. Вот коробочка такая. И пакетик. Фирменный. Так что, кто любит сладости, возможно, будет интересно. Возможно, будет интересен мой рассказ. Все. Пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok